Водгсн 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 мощности двигателя и в процентном соотношении, я бы сказал, существенно улучшили подвижность типа машины. Что касается второго, что улучшили? Улучшили лобовое бронирование башни. Но мне кажется, что Т-34 брони и так, в принципе, ребят, хватало. И проблемой данной машины, по моему скромному субъективному мнению, поправьте меня, если вы со мной не согласны, является не подвижность машины, является не броня лобовая в башне. А является орудием, которое на сегодняшний день, на восьмом уровне, с учетом времени перезарядки в 12 секунд, является не очень удобным по игре и, соответственно, является, я бы сказал, существенно неиграбельным. Второе, что хочется отметить, что данное орудие еще и имеет просто конский, вот реально конский показатель по времени сведения. Короче говоря, ребят, ну вот видите, сводится крайне, крайне нудно. И при этом еще и точность, соответственно, не сильно крутая. Да, средний альфа в 400 единиц, это приятно. Но, по большому счету, чтобы реализовать ДПМ машины, я не знаю, что в бою должно произойти на сегодняшний день, с учетом того, с кем приходится данной машине сражаться. Ему приходится сражаться с ребятами, которые имеют существенно лучшее время перезарядки, которые имеют довольно часто барабанные орудия, которые имеют более крутую подвижность. Кто-то скажет, что ГСН, ты сейчас сам себе противоречишь подвижности, типа ему что-то должны были добавить. Но, ребят, типа должны добавить и это спасает, это абсолютно две разных истории. Так, сдаем назад. Что касается быстрых команд, вот так это выглядит. Вот так вот отправляется команда SOS. И мне, честно говоря, не знаю, мне удобно, мне приятно, мне комфортно. Я не могу сказать, что данное колесо дискомфорта мне какого-то добавляет. Так, что-то мне надо с этим решать. Мне надо отсюда сваливать, с учетом того, что я, блин, по большому счету по бортам картонный, мне необходимо куда-то уходить, ныкаться и пытаться принять бой. Рушка 251, сейчас будет, зараза, делать мне неприятно. Ну да ладно, я думаю, мы это стерпим. Попробуем еще раз. Слушайте, удобно, действительно, за секунду, даже меньше. Я за долю секунды сейчас отправляю команду SOS в своей команде. И при этом мне не стоит отвлекаться ни на что. Вы можете поставить себе вызов быстрых этих команд куда-нибудь под удобный вам палец. Ну и, соответственно, еще быстрее это делать. И это, поверьте мне, по крайней мере, по первичным ощущениям, гораздо удобнее и гораздо приятнее, чем искать клавиши на клавиатуре. То есть под каждую какую-то команду свою клавишу. По стандарту, там, допустим, F5, F6, F7. В моем случае буквы Q и E. Английская. Короче говоря, у каждого свой подход, но колесо хуже не делает точно. На телефоне не тестил, поэтому за телефон говорить не будет. Теперь давайте будем говорить за товарища Т-34. То, что ему улучшили броню башни, возможно, получится понять тогда, когда в бою тупо от башни отыгрывать и не более того. Может быть и так. Но в целом, с учетом маски орудия, которая здесь была, здесь и так, в принципе, брони хватало. И подвижности я не почувствовал прям какие-то существенные улучшения. Ребят, ну вот серьезно, вчера откатал где-то от 15 до 20 боев на этой машине, и я разницы по подвижности не ощущаю. Что же касается того, что в ней надо было бы действительно изменить, я это уже озвучил. Вот такое вот обновление 9.8. Новой ветки нет. Исправление по Т-34 есть, но под большим вопросом, действительно, это ли стоило менять в машине. Ну а что касается быстрых команд, мне лично очень даже удобно. Напишите свое мнение по поводу, удобно ли вам. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok